Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех в новом 2023 году. Сегодня 9 января, понедельник. Давайте узнаем о том, какой будет погода. По Карачаево-Черкесии переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,1. В горах местами минус 8, минус 11. Днем до плюс 5, в горах местами до плюс 4. В Черкесске без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 10. Днем минус 1, плюс 1. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! У каждого из нас Новый год вызывает свои. Особенные ассоциации, часто связанные с волшебными запахами, витающими в воздухе в преддверии этого прекрасного праздника. Неповторимую радостную атмосферу создают яркие мандарины, без которых не обходится ни один стол. Нарядные ели и сосна, украшающие улицы, парки, ну и, конечно же, дома. Зеленая красавица украсила центр Карачаевска. На центральной площади города установили живую елку и украсили разноцветными игрушками. Жители Карачаевска поздравляют с новым 2023 годом. Желают родной республике благополучия и процветания. Поздравляю жителей Карачаевского округа и Карачаево-Черкесской республики с наступившим 2023 годом. Желаю счастья, удачи. И в этом году, чтобы вы только получали хорошие новости, только получали хорошие известия, и чтобы вам в звере случалось только счастье и радость. Поздравляю всех жителей родной Карачаево-Черкесской республики с Новым годом. Пусть новый 2023 год принесет в дом каждого жителя республики мир и благополучие. Пусть в новом году сбудутся все ваши сокровенные мечты и самые светлые желания. Пусть в каждом доме будет достаток, мир, радость. Желаю всем оптимизма, благополучия, гармонии, мира и тепла всем. Хочу поздравить всех жителей города Карачаевска. И Карачаево-Черкесской республики с наступившим 2023 годом. И пожелать мирного неба над головой, здоровья, счастья, чтобы в наших семьях всегда было все благополучно. Педагогам хочу отдельно пожелать творческих успехов и профессиональных побед. Всем жителям республики хотелось бы пожелать в наступившем году удачи, счастья, здоровья, денежного благополучия, финансового и успехов. Милая, чудесная, родная моя республика, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Самое главное, всем мира, добра и процветания. Здоровья вам всем, милые и дорогие. Мирного неба над головой, чтобы все люди нашей планеты жили в мире и согласии. Дорогая наша республика, поздравляем тебя с наступившим Новым Годом. Пусть в этом году будет только счастье, мир, покой и благополучие. Министр внутренних дел по Карачево-Черкесии Олег Мальцев наградил победителя Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Им стала 10-летняя Ясмина Беджиева из Черкеска. В этом году для участия в финальном этапе конкурса в адрес МВД России. Со всех регионов поступило около 300 рисунков детей сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 14 лет. Конкурсанты нарисовали своих родителей, сотрудников полиции, так как они их представляют в рабочей остановке. На красочных иллюстрациях, выполненных в различных техниках, юные художники отобразили свое видение профессии мам и пап. Папа юная художница Таукан Беджиев, капитан полиции, служит старшим инспектором отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Карачево-Черкесии, мама Марина Беджиева, сотрудников ОСАИН России по Карачево-Черкесии. Но именно служба папы вдохновила Ясмину на создание рисунка. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на Ногайском языке, затем смотрите программу Ногайской редакции. А в 14.30 Вести с Муратом Джанкёзовым. Оставайтесь с нами на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok